Земля Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Анатолий Тиханов. В эфире эколого-познавательная информационная передача «Среда». Сегодня мы поговорим об экомышлении. Так называется проект, которым руководит псковский экоактивист Сергей Елизаров. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Ваш проект «Экомышление» нашел одобрение и поддержку. Вы долго за него, наверное, боролись, доказывали его необходимость. Что это такое? Анатолий Иванович, спасибо большое за приглашение и проявленный интерес к нашему проекту. Да, действительно, проект называется «Экомышление». Мы подавались второй раз уже. У нас писали заявку на президентский грант. Первый раз не прошли, потому что не было опыта проведения экологических уроков. Подаваясь уже во второй раз, мы специально сделали несколько таких уроков, провели тестовый урок в Тимшанской гимназии, доказали свою профпригодность. Я, как педагог по образованию, умею общаться со школьниками, поэтому, в общем-то, мне не составило труда провести урок, который был довольно высоко оценен руководством гимназии. И мы договорились о том, что в случае выигрыша проекта мы обязательно будем проводить экологические уроки, в том числе и в Тимшанской гимназии. Пару недель назад мы узнали, что наш проект был одобрен, и поэтому сейчас занимаемся подготовительными мероприятиями для того, чтобы именно начинать проводить экологические уроки. Наверное, очень непросто разговаривать с ребятами на темы экологии, заинтересовать их. Ну, я думаю, что не только теория, но и практика должна быть. Правильно вы говорите. Мало того, что теория, да, ну, пришел, рассказал, на картинках показал. Наша задача именно заинтересовать школьников. Мы обязательно будем на эко-уроках ссылаться на свой личный опыт. Мы же проводили различные акции и мероприятия. Например, в том году за буквально там три месяца мы провели семь экологических мероприятий, то есть постепенно мы заинтересовываем людей. Одна из таких акций, на мой взгляд, беспроигрышных, мы провели по сбору макулатуры. Объявили, что все вырученные денежные средства пойдут на продукты для бездомных животных. За всего лишь три часа нам удалось собрать более пяти тонн макулатуры. За три часа? За три часа. У нас даже появились сложности с транспортировкой, потому что мы не ожидали, что придет так много людей. И что меня очень порадовало, то что это были совершенно разные возрастные группы. Приходили школьники, приходили молодые родители с детьми, приходили люди среднего возраста, люди старшего возраста. И так иногда даже трогало, когда приходили дети, у них не было макулатуры, но они приносили корм для животных. Мы отдельно его складывали в кучку, чтобы именно этот корм потом в том числе и отдать в приют шанс, с которым мы в этот раз посотрудничали. Мы поняли, что данная акция, она необходима городу, и поэтому мы сейчас ведем уже такие согласовательные процедуры для того, чтобы увеличить количество пунктов приема от нашей акции, которая продлится не один день в субботу, а мы надеемся, что это получится провести в пятницу и в субботу. Это вот уже планируем проводить в апреле этого года. Потому что много организаций не смогло приехать в субботу в силу того, что это выходной день. И тем самым мы надеемся собрать уже больше объем, соответственно, выручить больше денежных средств. Мы решили, что деньги пойдут не только на продукты для животных, но мы таким образом еще и закупим саженцы, чтобы ими засадить те необходимые территории, где это нужно. Кроме того, мы хотим делать акцент на экологических привычках. Иногда просто можно купить экологическую сумку и ходить с ней в магазин. Скажите, что такое экологическая сумка? Да, иначе там эко-сумка, эко-шоппер – это многоразовая сумка, которая сделана из природных материалов, и даже если она окажется на свалке, то в течение полутора-двух лет она разложится естественным образом. В нашей стране за год производится 26,5 миллиардов таких пакетов, и десятки тонн вот этого мусора оседает в лучшем случае на полигонах, а в худшем – на незаконных свалках. Есть такое понятие, как экологизация, и именно, как я уже говорил, недостаточно одного урока. Нужно, чтобы дети, помимо изучения теории, понимали, что хорошо, что плохо, еще сами в этом участвовали. Мы им будем давать такие небольшие записи и задавать небольшие такие задания домашние. Например, организовать эко-пространство у себя в квартире, например. Ну, что это значит? Может, какой-то цветок это будет. Снизить расход воды, например, потому что многие люди, вот они, допустим, при чистке зубов кран не перекрывают, а это 8-9 литров ежедневно. Да еще с большим напором, да? Да, да. И, казалось бы, да, сейчас это называется экологическая привычка, потому что тем самым эта же вода, она прошла определенную очистку, да, она подается уже конечному потребителю. И это все можно очень легко минимизировать. А вот темшанская школа, как вообще вас, ребята, встретили? Как, вот первый урок, как у вас прошелся? Это был седьмой класс, то есть дети уже довольно-таки осознанные, они уже могут сравнивать с чем-то. У кого-то были родители за границей, например, кто-то там что-то почитал. И я скажу, что это уже не табулы раса, которых надо учить каким-то азам, а ребята уже немножко разбираются в этой теме. Впечатлило то, что ребята не только активно слушали и слышали, они еще творчески реагировали на это, задавали вопросы, спрашивали, а можно вот так вот или нельзя вот так вот. Поэтому это был такой урок, можно сказать, урок-диалог. Для того, чтобы разнообразить урок, мы провели небольшую игру. В ней мы показали ребятам вообще, как происходит сортировка, какие виды отходов вообще существуют. Вот сыграли в эту небольшую игру, она была достаточно интересная. Мусор уже бывает разных видов, да, где-то очень похоже примерно, что вот все это можно сложить вот в одну стопку. Ну вот через игру мы показали ребятам, что это делается немножко по-другому, и вот потом мы составили с ними план годовой, где они планируют заниматься такой минимальной сортировкой, приносить макулатуру в школу, сдавать, давать второй жизни вещам. Это все достаточно просто, и мы уже начали об этом забывать. И мы хотим школьникам это напомнить, что не обязательно кидаться в омут с головой, начинать сортировать дома все на девять фракций. Можно начать с самого простого. Купить экологическую сумку, купить экологические мешочки, по возможности не покупать дополнительные одноразовые пакеты, потому что мы все знаем, где они оказываются. И вот если смотреть вообще в общемировой тренд общества, в котором мы живем, то я уверен, что вы со мной согласитесь, мировоззрение многих людей, особенно, к сожалению, молодежи, оно сузилось до одноразового стаканчика, как бы это ни звучало. Мы покупаем кофе, используем стаканчик тем самым 5-7 минут, выкидываем, и потом мы не думаем, что происходит с ним дальше. А это целая индустрия, целое производство. Это миллионы стаканчиков. Это миллиарды стаканчиков, да, в год. И многие ошибочно предполагают, что если они покупают кофе в бумажном стаканчике, то этот продукт подлежит переработке. На самом деле это не так, потому что бумажный стаканчик внутри проклеен тоненькой пластиковой пленкой, которая и позволяет держаться кипятку вот в этом бумажном стаканчике. И будь то это одноразовый пластиковый или бумажный стаканчик, все это оказывается в одном месте, это оказывается на свалке. А это десятки тысяч деревьев ежегодно. Ребята слышали когда-нибудь об экологической сумке? Ребята слышали об экологической сумке, но в то же время они сетовали, что у них в их населенном пункте помимо одного контейнера, других контейнеров нет. То есть для начала, возможно, показалось бы так, что мы провели урок формально, то есть мы им рассказали, что да, есть сортировка и так далее. И, к сожалению, и дальше за стены класса это не выходит. Но мы провели переговоры с руководством регионального оператора, тогда это еще был Сергей Пайст, мы с ним обсудили эту проблему. Он согласился с ней и сказал, что на территории этого населенного пункта появятся дополнительные контейнеры для сбора пластика, если не ошибаюсь, там четыре контейнерные площадки. Кроме того, в рамках проекта мы хотим установить дополнительный контейнер для пластика именно на территории самой школы. Чтобы была сортировка как в школе, в рамках проекта мы также установим урну двухсекционную для прочего вида мусора и пластика. И этот отсортированный пластик в урнах, он пойдет уже именно в контейнер отдельно для пластика, который будет транспортирован на мусоросортировочный пункт. Они свои навыки применяют уже практически в самой школе, они занимаются сортировкой. Мы будем проводить экологические уроки в трех школах, две школы – это город Псков и одна – Тимшатская гимназия. Мы хотим просто посмотреть, сможет ли это прижиться и в дальнейшем. Пока что сами не знаем, какие будут результаты. Мы лишь предполагаем, теоретически мы эти результаты прописали. Но нам самим интересно, как вообще будут реагировать на это дети, как они будут сортировать бытовые отходы. Потому что еженедельно мы будем приезжать сами и проверять содержимое именно урны. Будем с ними разговаривать, возможно, у них какие-то появятся идеи. Урны какой? Которые в школе находятся? Да, да. Региональный оператор в силу наших с ним договоренностей выделит нам 200 мешков, вот этих вот одноразовых, для сбора пластика и прочих бытовых отходов. И мы просто будем приезжать и смотреть, будет ли меняться качественно вот именно наполнение в урнах или нет. Если, конечно, по протяжению, по прошествии уроков содержимое будет качественно меняться, то есть пластик, там будет реально пластик, то мы будем считать, что задачей мы справились. Но промежуточным итогом нашего проекта, который рассчитан на 8 месяцев этого года, будет являться то, что самых активных школьников мы будем выделять. Будем их возить на экскурсию, в том числе планируем отвезти на одно из сортировочных предприятий Псковской области. И в дальнейшем мы будем держать обязательно с ними связь. И мы хотим школьников обучить именно каким-то навыкам проведения экоуроков уже в более младших классах. Это первый, второй или третий класс. То есть это будет такой основной пул ребят, которых мы будем уже в дальнейшем после проекта сопровождать. Возможно, это выльется в некий другой проект, потому что мы не хотим останавливаться на вот именно этом проекте. Мы прекрасно понимаем, что эта история, она не должна останавливаться, когда закончатся деньги. Мы хотим продолжать стимулировать ребят на решение каких-то экологических вопросов в своем регионе. И мы хотим, чтобы вот это вот экологическое мышление, оно сопровождало ребят вот в принципе по жизни, чтобы они на мир смотрели с призмой экологии. Я сразу вспомнил свое детство. Тогда не было никаких проектов эко-мышления. Мы просто собирали макулатуру, собирали металлолом тоже. А можно ведь просто сделать без всяких финансовых затрат, которые вкладываются в проект. Сделать это, ну, короче говоря, призвать просто школы, чтобы они активно включили сбор макулатуры, как это вот раньше бывало. Сложно это разве? Ну, просто вот обязать даже школьников, со стороны учителей, собирать макулатуру. Есть такая фраза, все новое, хорошо забытое, старое. И это время я тоже застал. Мы все приносили макулатуру, но, к сожалению, нам практически никто не объяснял, для чего это нужно. Мы вот просто по умолчанию приходили, эту макулатуру издавали. Мы прекрасно понимаем, что сейчас инфраструктура, по крайней мере, в Псковской области, она еще не готова полностью к этому циклу сбор, сортировка, транспортировка, захоронение и так далее. И мы не хотим дожидаться, пока эта инфраструктура будет готова. Если других возможностей нет, то есть, в конце концов, мы, экологические активисты, которые в этом заинтересованы, которые устали жить вот в этих горах мусора. Вот все мы собираем грибы и ягоды в лесах. Шаг влево, шаг вправо. Вот посмотрите, что вообще творится с нашей природой. Вот вы затронули такую тему, коснулись, да, что сбор макулатуры, там, металлолом. Но дело в том, что индустрия развивается, там, легкая промышленность, химическая промышленность. И сейчас 90% всех бытовых отходов составляет пластик. А пластик разлагается десятилетиями. Вот я в бытность свою, когда вел проект генеральной уборки от общероссийского народного фронта, я уже стал на глаз определять, сколько примерно лет тому или иному пластику или стеклянной бутылке. Мы, можно сказать, от безысходности этот проект развиваем, потому что лично я тоже заинтересован, чтобы в нашем городе, в нашей области было чище. Но просто обязать граждан, школьников приносить макулатуру, я считаю, что это, может быть, не совсем правильно. Им нужно это объяснять. И для чего это нужно? Занимательно было, чтобы, да? Я этим хочу заниматься. Совершенно верно. Не потому, что учительница сказала. Им нужно объяснить. Вот смотрите, вот вы попили лимонад, вы промахнулись мимо урны и пошли дальше. А что будет с этой бутылкой? Что будет с крышкой от этой бутылки? Куда это всё пойдёт? Это всё пойдёт в почву, в воду, которую мы пьём. Мы же и дышим этим воздухом, в конце концов. Мы в этом лично заинтересованы. Я, моя команда и, слава богу, наши партнёры, которых у нас уже насчитывается достаточно много, в том числе и региональное правительство. Особенно хотел бы поблагодарить лично Александра Всеволодовича Седунова, который, узнав про наш проект, он даже стал накидывать какие-то интересные идеи, начиная от мобильных приложений, заканчивая то же самое проведением акций. Поэтому палки в колёса нам не вставляют. У нас есть полный карт-бланш в этом плане. Мы знаем, чего мы хотим. Сколько у вас активистов? В нашей команде сейчас 4 человека. К нам присоединился ещё один человек. Это добровольцы просто. Вы пришли и говорили, что я хочу. Да. Ну, кроме того, помимо того, что это наша команда, есть у нас ещё и экоактивисты из области студентов, которые также на безвозмездной основе готовы помогать развивать этот проект. У нас подписано и письмо, бумага о сотрудничестве с Псковским госуниверситетом, с региональным оператором, с АСПО, с администрацией области, рядом СМИ, которые нас готовы поддерживать на безвозмездной основе. Без них, без наших партнёров это сделать достаточно сложно. Ну, мы тоже вас поддерживаем ради России. Спасибо большое, я это вижу. Ну, мы будем часто встречаться. Я вот ещё о чём хотел спросить. Я помню, тоже в то время, когда собирали активную макулатуру, я помню, такие сюжеты проходили по телевизору, когда ребята собрали макулатуру, очень много макулатуры собрали. И просто собрали в одном сарае и бросили. То количество макулатуры, её будет очень много, если так активно ребята включатся вот в это мероприятие. Где гарантия, что эта макулатура попадёт? Туда нужно, что её опять переработают, как вторичное сырьё? Дело в том, что у нас появляются сортировочные пункты, которые готовы эту макулатуру принимать за деньги. Поэтому, мне кажется, на мой взгляд, было бы глупо, если бы они покупали эту макулатуру и оставляли просто у себя в ангарах. Видимо, они дальше куда-то её транспортируют. Они уже работают, эти пункты. Да, они работают. Кроме того, нам предложил один из мусоросортировочных пунктов поработать с ними. Они нам предложили более выгодные условия. Конечно же, мы в этом заинтересованы, потому что чем больше мы соберём средств, тем больше мы купим продуктов для животных, купим саженцев. Поэтому мы открыты к такому сотрудничеству. И в данном случае я уверен, что макулатура, она не останется в сарае. Она пойдёт именно на переработку и на производство уже готовых каких-то изделий. Да, мне приходилось считать о каких-то мусорных королях, но это другие государства, которые вот на мусоре сделали большие деньги. Я вам скажу, что эта тема сейчас очень хорошо развивается. В мире? Да, в мире. И в нашей стране тоже стало развиваться именно из мусора. Ведь это те же деньги. Этот мусор, он уже закладывается в стоимость конечного продукта. Есть очень хорошие проекты, начиная от производства скамеек из пластика, которые выдерживают и сильные морозы, и высокие температуры. Мы, кстати, готовы, не готовы, точнее, а мы пообщались уже с руководством одного из таких предприятий. И, возможно, в будущем мы попробуем закупить одну, может быть, две такие скамейки, установить их вместе в городе Пскове, сделать такое экопространство, что ли, городское, чтобы, гуляя, люди видели, что вот эта скамейка, которая, по большому счёту, не отличается чисто визуально от деревянной, она сделана из того мусора, который вы выкидываете. А мы экономим дерево, но пластик. Это уже доказано и опытным путём, и мы общались с директором этого предприятия, что вот эта пластиковая скамейка, она гораздо более износоустойчива. И ничего не мешает эту скамейку в дальнейшем так же переработать и сделать из неё ещё один продукт. Поэтому, да, развитие очень большое есть, очень интересные различные региональные проекты появляются. Поэтому вот раз государство даёт возможность развивать такую сферу, то это очень здорово. Тем самым и мусора будет меньше, и люди будут в дальнейшем и заинтересованы сортировать бытовые отходы. Спасибо. Моим собеседник в студии был, так активист Сергей Елизаров. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Её провёл Анатолий Тиханов. Всего доброго. До свидания и берегите природу.